На пороге новой экономической реальности в Санкт-Петербурге начался 20-й юбилейный международный экономический форум. В его рамках состоятся деловые форумы ШОС и БРИКС, саммит энергетических компаний, конференция по экономическому развитию Арктики и специальная сессия Валдайского клуба. Участники форума обсуждают проблемы, стоящие перед мировой экономикой в контексте изменения политических и экономических отношений между крупнейшими странами и регионами мира. Петербургский экономический форум – площадка для поиска потенциальных инвесторов. Делегация из Ненинского округа, возглавляет которую глава региона Игорь Кошин, уже провела ряд важных встреч и переговоров. Реальные шаги. Губернатор округа Игорь Кошин в рамках международного экономического форума подпишет два соглашения. По каким направлениям и с кем будет сотрудничать наш регион. С главными новостями этого дня с вами студия Елена Семеновичева. Сегодня стартовал Петербургский международный экономический форум. На него зарегистрировано рекордное число участников – более 10 тысяч человек. Гости – это руководители крупнейших российских и иностранных компаний, главы государств, политические лидеры, представители правительств, вице-премьеры, губернаторы и министры. Девиз форума – на пороге новой экономической реальности. В своем приветственном слове к участникам мероприятия президент страны Владимир Путин отметил, что мировая экономика испытывает все больше влияния политических и социальных факторов. Остающие перед ней вызовы требуют согласованных действий ради устойчивого и сбалансированного роста. Поэтому глава государства призвал сообща искать дополнительные стимулы развития, более полно реализовывать промышленный, научно-технический, инновационный потенциал, своевременно реагировать на меняющуюся конъюнктуру рынков и наметившуюся трансформацию глобального технологического уклада. Торжественная церемония открытия форума прошла в зале конгрессов. Сначала гостям показали красочное шоу. На сцене кружились воздушные гимнасты. На фоне известных картин Кузьмы Петрова-Водкина, Пабло Пикассо и других художников. Затем с приветственным словом гостям и участникам обратился заместитель председателя правительства России Сергей Приходько. За прошедшие два десятилетия наш форум стал признанной во всем мире площадкой для открытого диалога представителей бизнеса и власти, для разговора официальных кругов и деловиков по наиболее острым, насущным проблемам, которые касаются каждого из нас, которые касаются каждой из наших стран. Программа юбилейного форума – одна из самых насыщенных за все его время проведения. Три дня включает в себя более ста мероприятий. Деловые форумы ШОС и БРИКС, саммит энергетических компаний, конференция по экономическому развитию Арктики, специальная сессия Валдайского клуба и форум деловой двадцатки. На нем представители бизнеса и органов власти говорили о торговле и инвестициях, о том, что необходимо сделать для эффективного функционирования международной торговой системы, и как рационально использовать финансы, чтобы стимулировать экономический рост в условиях довольно еще медленного восстановления мировой экономики после кризиса. Мировая торговля из локомотива экономического развития превратилась фактически в его тормоз, сообщил министр экономического развития России Алексей Улюкаев. Мы в России также сталкиваемся с посредствиями этого глобального вызова, который в том числе выразился в серьезном падении товарных рынков. Но нижняя точка спада пройдена. Идет достаточно быстрое восстановление российской экономики. Начиная с третьего квартала российская экономика будет показывать рост. Говоря о иностранных инвестициях, стоит отметить, что после непродолжительного периода, вызванного некоторыми геополитическими разногласиями, зарубежные компании постепенно возвращаются в Россию. По данным британского консалдингового агентства Ernst & Young, которое сегодня озвучило результаты собственного исследования, по темпам роста иностранных инвестиций Россия вышла на первое место среди 10 европейских стран. Участие в форуме принимает и делегация из Ненецкого округа. Ее возглавил губернатор региона Игорь Кошин. Как отмечает пресс-секретарь губернатора Татьяна Баева, первый день форума прошел очень продуктивно. Глава региона провел встречу с министром транспорта Максимом Соколовым, в ходе которой стороны обсудили повышение транспортной доступности округа, строительство дороги на Усинск, развитие малой авиации, перспективы проекта Индига. Также глава НАУ принял участие в панельной сессии «Новые реалии мирового рынка углеводородов», где руководители крупнейших российских и зарубежных нефтяных компаний обсудили сценарий развития отрасли. Кроме того, делегация Ненецкого округа провела несколько встреч с потенциальными инвесторами, готовыми вкладывать средства в предприятия малого бизнеса округа. Состоялась встреча с руководством Банка ВТБ, которое намерено посетить округ на следующей неделе и сможет на месте ознакомиться с интересными проектами, требующими привлечения кредитных средств. Завтра в рамках форума губернатор Игорь Кошин подпишет два соглашения. Об этом журналистам местных СМИ глава региона рассказал в ходе брифинга, который прошел накануне Петербургского международного экономического форума. Одно из соглашений будет подписано с Центром развития государственно-частного партнерства. Ненецкий округ планирует сотрудничество в профиле для предприятия в сфере. Взаимодействие государства и частного сектора доказало свою эффективность и жизнеспособность в новых экономических реалиях. У нас есть на сегодняшний день только один пример ГЧП в сфере ЖГХ, это в селе Коткино, в то время как очень многие субъекты активно этим пользуются и привлекают дополнительные источники финансирования в свою инфраструктуру, в коммунальную, в транспортную, в социальную, что позволяет с одной стороны снизить нагрузку на бюджеты всех уровней, а с другой стороны появляется возможность решать те или иные проблемы более эффективным способом. Потому что, как мы понимаем, порой частный инвестор, вложив определенные инвестиции, он, безусловно, должен добиться определенного эффекта. Второе соглашение будет подписано с Советом по развитию внешней торговли. Его основная цель – привлечь инвесторов в окруженные отрасли экономики, кроме нефтяной. Задача форума – привлечь инвесторов со стороны, привлечь в другие отрасли хозяйствования, с тем, чтобы у нас оваловый региональный продукт без нефтянки рос и приносил доход местным жителям. Напомню, в 2014 году администрация региона подписала соглашение с президентом Роснефти Игорем Сечиным. Соглашение направлено на реализацию инвестиционных, финансовых, промышленных и социальных программ, способствующих комплексному развитию автономного округа. Цель трехстороннего рамочного соглашения с Минкомом и Ростелекомом, подписанного в 2015 году, направлена на устранение цифрового неравенства в регионе. О привлечении инвестиций в отрасли помимо нефтяной говорили и на ежегодном общем собрании стратегического партнерства «Северо-Запад» при полпреде президента в Северо-Западном федеральном округе Владимире Булавине. Оно прошло в Санкт-Петербурге. Участие в собрании приняли глава Ненецкого округа Игорь Кошин и председатель собрания Ненецкого округа Анатолий Мяндин. Как написал на своей страничке в социальной сети ВКонтакте глава региона Игорь Кошин, некоммерческая организация «Стратегическое партнерство Северо-Запад» — это эффективная площадка для взаимодействия власти и бизнеса. Вместе с коллегами-губернаторами являюсь членом Наблюдательного совета объединения. В режиме прямого диалога рассматриваем успешные практики регионов, выявляем проблемы в нормативно-правовой базе, обсуждаем особенности труда на Севере. Наша задача — привлечь частных инвесторов не только в нефтяную отрасль, но и в обрабатывающие производства, жилищно-коммунальную, транспортную сферы, сельское хозяйство. Это поможет снять нагрузку с бюджета и повысит эффективность отраслей. Помощь региона в данном направлении является одной из задач некоммерческого объединения. Ремесленников выведут из тени. Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, в котором четко будет прописано, какая деятельность считается ремесленничной и как ремесленникам будет помогать государственная власть. В Институте пожилых людей открылся новый факультет религии и культуры. Занятие на факультете ведет владыка Наринмарской и Мизинской епархии Иаков. На первой лекции побывала и наша съемочная группа. Федеральная реклама по цене региональной. Точное попадание в цель. Бесплатный телефон по России 8 800 1001 83. Север становится ближе. Ненецкий округ вновь остался без интернета и сотовой связи. Местемирной паутины наш регион выпал в 16 часов. Как пояснили нам в Ростелекоме, причины, по которым произошел обрыв связи, сейчас выясняются. Выясняется и место, в котором произошла авария. Напомню, последний раз перебои с интернетом были 2 мая. Тогда в 140 километрах от Усть-Цильмы в республике Коми произошло повреждение магистрального волоконно-оптического кабеля. В России вновь появятся ремесленники. Сегодня в Госдуму внесен законопроект, который определяет, кто это такие и как государство должно им помогать. В документе говорится, что ремесленничество – это вид предпринимательской или профессиональной деятельности по изготовлению товаров и оказанию услуг с применением ручного труда с возможностью использования средств механизации. А далее подробно описывается, какая именно работа считается ремесленничеством в текстильном, швейном, кожевенном, обувном, деревообрабатывающем, металлообрабатывающем производстве, в бытовом обслуживании. Также в законе говорится, что ремесленники должны объединиться в ремесленные палаты, а федеральные, региональные и муниципальные власти – оказывать им всестороннюю поддержку. Легализация ремесленной деятельности позволит в дальнейшем перейти к разработке профессиональных и образовательных стандартов по ремесленным профессиям. Расширится профессиональное пространство для самореализации молодого поколения. Более эффективным станет решение вопросов трудоустройства на региональных рынках труда. В Ненинском округе центром декоративно-прикладных ремесел может стать поселок Красное. Там работает несколько мастеров. Они занимаются выделкой шкур, пошивом из них одежды и обуви, изготавливают сувенирную продукцию из меха, дерева, кости и рога оленей. На средства, полученные из окружного бюджета, закупается и модернизируется необходимое оборудование, приобретается сырье и материалы для ремесленного дела. В этом году в поселке завершится строительство дома-ремесел. Его проект детально обсуждался с мастерами. Здание предусмотрит специальные помещения для цехов по обработке шкур, торгового павильона и выставочного зала. Духовная культура для высокого возраста. На Ринмаре начал работу факультет религии и культуры. Он открыт при Общественном университете пожилых людей Ненинского округа по инициативе Окружного союза пенсионеров и Наринмарской мизинской епархии. На первом занятии побывала наша съемочная группа. Как начинать трапезу? Почему женщине не стоит стричь волосы? И для чего голову необходимо покрывать платком? Этим и другим вопросам духовности посвятили первое занятие на факультете религии и культуры. У нас с вами работает факультет здоровья, правовых знаний, литературы, английского языка, компьютерной грамотности. Но сегодня у нас будет факультет ни на что не похожий, ни на какой факультет. У нас сегодня будет большой разговор идти о духовности. Занятие на факультете ведет владыка Наринмарской мизинской епархии Иаков. На каждой встрече богослов будет открывать слушателям мир православия. На первое занятие пришли только женщины. Владыка отметил, это к лучшему. Женщины более чутки к вере и Богу. Они способны сохранять и распространять полученные знания. Поэтому на них возлагается особая миссия. Старшее поколение наших жителей, оно испытало гораздо большие трудности, тяготы и опасности, не побоюсь этого слова. Потому что десятилетие тотальной атеистической пропаганды, когда человек верующий не мог принести должную пользу государству, было тем временем, когда люди жили, когда они формировались. Занятия будут проходить раз в месяц в форме бесед за чашкой чая. Также Владыка пригласил слушателей в Богоявленский храм на церковные службы. Валентина Чебичек, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». В образовательных учреждениях Ненинского округа появятся службы примирения. Вопросы развития сети служб медиации в образовательных организациях обсудили в ходе заседания Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ненинском округе. Работа по развитию служб примирения организована в рамках реализации основных направлений национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. Метод медиации заключается в том, что для сглаживания конфликта двух и более сторон привлекается посторонний человек с нейтральным отношением к сторонам конфликта. Такая технология позволяет налаживать здоровые взаимоотношения между людьми. Задача медиатора – помочь ребенку адекватно осознать случившееся, сделать так, чтобы он захотел понять своего оппонента. Именно те конфликтные ситуации, когда учитель просто отказывается идти на контакт с родителями, отказывается встречаться с родителями. У меня было обращение к руководителю образовательной организации, чтобы была организована встреча с преподавателем, с родителями в моем присутствии, чтобы решить этот вопрос и эту конфликтную ситуацию. Руководитель написал, что он считает нецелесообразной эту встречу. Руководитель такое решение принял, а в результате страдает ребенок и в результате конфликт не исчерпан. И на сегодняшний день остается очень острый вопрос о профильном обучении данного ребенка. Как показал мониторинг работы служб примирения, выполненный профильным ведомством, сегодня службы медиации в НАУ существуют в зачаточном виде. Однако ресурсы для запуска таких служб в образовательных учреждениях есть. Выносливость и выдержка. В Наринмаре стартовал летний фестиваль ГТО. Сдать нормы ГТО могут юноши и девушки. В программу испытаний вошли бег, прыжки в длину, метание мяча, подтягивания на перекладине и наклоны туловища. Сегодня на базе спорткомплекса «Лидер» стартовал летний фестиваль ГТО и межмуниципальная спартакиада детских оздоровительных лагерей. Эти мероприятия проходят в рамках проведения Всероссийского олимпийского дня, посвященного предстоящей Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Девять. Десять. Одиннадцать. Отжаться, пробежать короткую длинную дистанцию и прыгнуть с места. Кажется, ничего сложного. Но чтобы получить золотую медаль ГТО, нужно постараться, что и сделали ребята из нашего округа в рамках Всероссийского олимпийского дня и проведения летнего фестиваля ГТО, но также межмуниципальной спартакиады детских оздоровительных лагерей. В спартакиаде участвует более двухсот человек. Это в основном участники спортивных оздоровительных лагерей. Мы также приглашали всех желающих сдать норму ГТО, всех желающих выпускников, студентов. У кого появится желание, тот присоединится к нам. Для каждой возрастной группы разработаны отдельные нормативы. Перед тем, как их сдавать, необходимо зарегистрироваться на сайте ГТО, где ребята получат собственный ID-номер. Вся информация об успехах ребят будет отражаться в личном кабинете. Впрочем, занятия спортом ребята выбирают не только для получения значка ГТО. Чтобы быть здоровым человеком, поддерживать себя как-то надо. Мне это нравится. В жизни это пригодится. Второй день соревнований будет посвящен тестированию нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» у мальчиков. А девушкам предстоит сразиться в игре «Снайпер». Еще один обязательный норматив – плавание. Ребята могут сдать в дни посещения летними площадками бассейна «Норд». Елена Семеновичева, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Такова была информационная картина дня. Увидеть новости можно и на нашем сайте, адрес trk.sever.ru. Далее информация от синоптиков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok